всем привет ребята меня зовут джон доу и мы продолжаем проходить final фэнтези 16 мы вернулись к вратам феникса и здесь мы видели в общем-то бартона своего который живой и он зашел куда-то сюда интересно он ли это и просто опять же странно да что мы типа видели его столько лет назад 13 назад получается да если я ничего не путаю то есть либо здесь перемещение во времени либо все-таки человек за капюшоном не один их двое где же он успел скрыться проклятье опять ускользнул что это за место какое-то святилище о прости ты же не бывала здесь мы в зале врат врат это артефакт павших их может открыть только доминант феникса вот почему замок так называется здесь джошуа должен был да на другой день он должен был войти в эту дверь и выслушать завет наших предков ты должен был идти с ним нет а поди тери священное место куда дозволено попасть лишь доминанту я бы остался тут с другими щитами и молился бы о возвращении брата куда он мог пойти наверно внутрь невозможно для того он нужен дар феникса продавца все вы ну вы у вы вы Спасибо, Джошуа. Ты уверен в этом шаге? Как никогда. Залп предков. Опять ворота. Может, хоть эти не заперты? Нифига себе красота. Это место действительно развалены павших? Разваленными его точно не назовешь. Все безупречно. Будто построили только вчера. Я не видел ничего подобного. Джил? Что будем делать? Что я обычно? Стой. Красота. Следующий. Где там вообще враги-то? Ёпта, я их не вижу. Ещё враги. Неплохо вышло. Ой, Чоп, словил, словил, словил. Плохо. Давай ещё. Всё. Почему они ещё работают? Почему всё здесь ещё работает? Видимо, так обитали ещё павших и выглядели до разрушения. Не, ну сделано прикольно на самом деле. Визуально. Красиво очень. И такие двери у них интересные. И вот опять враги. И вот опять враги. Следующий. Ай, блин, опять словил. А, вроде всё, да? Да. И вон чё-то есть, смотри. Это похоже на сундук. Лутаем. Короче, у древних тоже были гилы в ходу, по всей видимости. Опа. Это, видимо, либо сильный враг, либо босс. Кто-то напрашивается на тумаке. Так, не станем отказывать. Стоп, подожди. Немножко давно не играл просто. Подожди, стой. Продолжаем. Блин, не успел. Блин, не успел. Получилось Ты что-нибудь понимаешь? Нет Давай отыщем человека в накидке и уйдем Большой поушен использовал Зато что-то много здоровья потерял Еще одно сильное зелье получили как раз-таки Восполнили то, что потратили Еще враги, я понял Принял Что они вообще такое? Не знаю, но настрой у них явно недружелюбный Это на самом деле очень мерзкие враги Они могли ваншотнуть тебя раньше Ну, в других частях финалки Когда набирали мощи, так раздувались А потом взрывались Это было не очень весело Скажу вам прямо Получилось Продолжаем В двенадцатой финалке я их вообще не любил Там еще босс такой был Как раз-таки Это бомбочка большая И как же там она бесила Порой эта жуть Двенадцатая финалка есть на канале Если что, можете сами посмотреть От Джошуа ждали такие же испытания? Нет Хотя я мог просто не знать об этом Но мне все же кажется, что Феникса встретили бы радушнее А мне кажется, нет В этом-то все и суть Он должен пройти все эти бул-испытания Опять Интересно, куда мы попадем на этот раз Наверняка в окружении каких-нибудь штуковин Жаждущих нас убить Неужели тот человек и правда пошел сюда? Не узнаем, пока не дойдем до конца Нужно продолжать поиски Просто да, действительно Если он здесь прошел То почему враги целые? Вряд ли он здесь вообще был У меня такое ощущение Привет-привет Блин, херово, стой Ай-яй-яй Отлетел, что далековато Стой Или может быть эта фигня активировалась Потому что Доминант зашел не один Это такая типа система безопасности Типа против читерства Может быть и так, кстати Ай-яй Отлетел, стой Вот мелочь сразу В сторону, в сторону, стой Да что ж такое Что-то я костячу Пипец Неплохо вышло Добиваем Ой, черт тебя, Дерест Получилось Ух Вот здесь было уже посложнее На самом деле Но Хилки прямо спасают Пипец Сильно облегчает процесс Еще враги Понятно Понял, принял Осторожно На подходе Еще несколько Их ждет Тот же удел Да чтоб тебя Минус Еще один И там последний Сейчас Заберем Лечение А, подожди-ка Это кусок Верита Какого-то Ну, видимо Опять же Это для прокачки Не долетает Подожди Нужно поближе подойти А, все Они сами справились Молодцы И вот Следующий Проход У нас Смотрите Воля Ветра Ну, там Очередные Эти Амулеты Потом Посмотрим Что они Делают Пока Я не вижу Смысла В этом Ну, там Какие-то Бонусы Будут От использования Приемов Но Они Сейчас Особой Роли Не играют На самом деле Не нравится Мне это Опять Драгун Что Ну, похож А, нет Это какой-то Голем А, знакомый Кстати По-моему Он был В прошлых Частях И мы Ему Тоже Ну, он Медленный Достаточно Ай Немножко Зацепил Падай Дружочек Пирожочек Это работает На всех Короче Читерская Хрень Нет Немножечко Не успел Рановато Начал Ворот Точнее Поздно Ай Все Изичи Ну Так Придется Его Раза Три Проведите Атаку Понял Что Надо Делать Быстрее Да Он Впитывает Энергию Это Ненадолго За Мной Сейчас Я не успею Ни хрена Походу Быстрее 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 Получилось Так Он Обездвижен Не упустим Этот шанс Энергию А А Ну Вау Все, ну, покойник У него шансов вообще нет Все, изичи Хотя я много здоровья потерял И можно было пройти лучше, но ничего не поделаешь Бывает Бывают в жизни огорчения, как говорится, да? Справились Что это за существа? И почему они нападают на нас? Возможно, у них возник тот же вопрос Ведь незваные гости здесь мы с тобой А они защищают свой дом Джилл, смотри Это какая-то фреска? Не важно, что это Взглянуть не помешает А, то есть получается, если нет места в снаряжении То найденные зелья используются сразу А, понял Все, не обращал просто на это внимания никогда Я думал, там просто отдельные какие-то предметы есть Которые, ну, восстанавливают здоровье А есть зелья Оказывается, это и были зелья все это время Как они это все построили? Просто вот что интересно Это ж, ну, в камне вырезано все О, в камне вырезано все Как скажешь Лич какой-то Упс, стоять Да что ты делаешь, Дмитрий? Тормози Неплохо Ну, больше половины мы ему сняли, кстати Что само по себе уже неплохо Да ёптый, я же уворачивался А, типа не работает больше, да? Да Все Что это за штука такая? Она не похожа на остальные Кажется, здесь скрыто больше тайны, чем мы думали Угу, подлечились Ну ты погоди, стой Это только одна дверь открылась Или там еще есть? Часть дверей, видите, закрыты Хорошо, значит, получается Идем сейчас сначала в ту сторону А потом, видимо, будут открываться остальные Хорошо, понятно, принято Что же у нас там будет ждать? Хотелось бы узнать Какая-нибудь дичь очередная Не, ну враги интересные здесь все-таки есть С точки зрения мусы-то Просто пока что, ну Не поспеваю Отвык просто от управления Берегись, там веща Огни Пиде встал или что это такое? Рубильник Огни Что-то определенно произошло Ммм, смотри И что-то, наверное, еще открылось Да, я правильно понимаю? Ну, что-то произошло только что А вот, смотри, мы можем пройти дальше По идее Нет, не можем Ха И что делать? И здесь тоже закрыто Постой А, а, а В чем смысл? Может, нужно сюда еще зайти? Хотя я сильно в этом сомневаюсь Но давайте проверим Почему нет? Потому что отсюда, видишь, типа Огонь не пошел никуда А он там по-любому должен быть У меня такое ощущение Да, есть Все верно Я думал, почему-то мы отсюда пришли Что там было? Подожди, не вижу Камера Камера Ну, все, кажется Нажимаем на кнопочку Что у нас тут? Что у нас тут? Еще одно чудо павших Ну, ладно Допустим Вот, смотри Что-то происходит Вот, новый рубильник появился Нажимаем Субтитры сделал DimaTorzok Не, ну это, конечно, интересно А там с той стороны Что у нас? Значит, тут все же не тупик Как видишь Сейчас, погоди, стой Здесь мы все уже нажали, что ли, получается, да? А вот это вот закрыто, смотрите И вот здесь закрыто почему-то И мы пройти не можем Ха Может быть, потом откроется? Типа мы еще сюда Потом вернемся? Ну, ладно Допустим Пошли Интересно, что там Прям интрига Видимо, это место мы искали И ты посмотри И ты посмотри, что у нас здесь Ападетерий Это он и есть Только что-то с ним не так, да? Интересно, сколько этой фрески лет? Тысяча? Может, даже больше? Не знаю Я вижу такое впервые Как думаешь, кто это в центре? Какое-то божество? Какое-то божество? Ападетерий Ты... Ты же... Второй доминант огня. Кто ты такой? Ты... Мы — это ты. Нихера себе. В смысле? Что? Я... Я вернулся. Джошуа! Прекрати! Прошу, хватит! 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 Я... Это я! Я убил его! Джошуа избрал меня своим щитом. Поделился даром и просил защищать. В тот день я должен был спасти его. Выполнить долг. Клайв! Джошуа? Прости. Я подвел тебя. Я... Джошуа мертв. Я убил его. И винил в этом другого. Чтобы не терзаться самому. Я боялся взглянуть правде в глаза и окончательно потерял себя. Потому и бежал. От всех и вся. Что теперь? Готов ли ты узнать истину? Да. Будет непросто. Но я должен это сделать. Чтобы дух Джошуа наконец обрел покой. КОНЕЦ Какой бы горькой ни была правда Что ждет меня впереди Я не сдамся Ну же, Ифрит Яви мне свой истинный лик Ух ты, ёбтый, ладно Ух ты, нихрена, что он умеет Жесть Продолжаем, не останавливаемся Ух ты, попался Думал, смогу уйти Стоп Получилось бить атаку, хорошо Быстрее Ай, блин, опять накосячил, секундочку Я думаю, смогу его убить без лечилок Тихо, секундочку Получилось Получилось Ну, он прям легкий совсем Субтитры создавал DimaTorzok Нет Правду сую тебе под нос А ты все равно упираешься Давай, Клайв Посмотри страху в глаза Теперь нужно самого себя Отмудохать, хорошо Иди-ка сюда Поболтаем Получилось Ну, пока мне этот бой нравится Ну, у него прям дохера здоровья, слушайте Точнее, это у меня, получается Я же сам себе люлей сейчас даю Где он? Вижу Опачки Что? Вот как Предлагаю взять с себя пример Апс не успел слегка Получилось Пламя преисподнее Это плохо, по всей видимости, да? Я тоже так хочу Слушай, это несправедливо Ой, ёпт, стоять Стоять, нет Ух ты, сбил меня сверху, охренеть Так, ладно, подлечусь Вот этот бой прям клювый Мне прям нравится Ой, блин Не увидел просто, что он там кастанул Ни хрена чё творится Гляньте на эту тварь Ух ты, ёпт Ну-ка, иди-ка сюда Получилось Тихо Подлечимся Ну-ка, иди-ка сюда Никуда не деться, да? Ничего, я тоже устал бегать от тебя Теперь мы вместе Пора выяснить, что мы такое Раз и навсегда Давай Признать истину Ифрик, покажись Нифига себе Вообще не понимаю, что на экране происходит на самом деле Ну, мы врубили спартанскую ярость, короче Я понял, хорошо Нихера он там долбает Смотрите, я тоже на эту жесть Получилось чё-то Я вообще не понимаю, что на экране происходит Столько эффектов Просто жесть Довольно Теперь мне всё известно Ифрит не ты А я Смотрите, что на экране происходит Смотрите, что на экране происходит Это было офигительно, слушайте Бой просто безумный Игра не перестаёт радовать на самом деле Капец Да, опять же, это всё про красиво Я уже говорил Это всё про красиво Это не про геймплей, в общем-то Хотя этот бой был очень даже неплох С точки зрения геймплея Но ничего выдающегося в этом не было Ну вот Красиво, пипец И всё, глаз не оторвать Наконец-то ты признал истину По праву рождения тебе подвластна великая сила Прими же её Клайв Что с тобой? Джилл Ничего Я в порядке Хватит бегать за тенью Человека в накидке здесь нет Уходим Тут просто ещё вопрос В чём? А почему и она его видела? Вот что интересно Что-то чую я Всё гораздо сложнее Чем кажется Клайв А точно ли всё в порядке? Мне можно рассказать что угодно Я столько лет не мог рассказать самому себе Именно здесь во мне пробудилась сила доминанта огня От этой правды я пытался сбежать Но теперь всё понимаю Понимаю, кем являюсь Вторым айконом огня Убийцей брата и тем, кто сжёг этот замок до тла Всё это я И Фрид Клайв В ту ночь Оборвалось множество жизней А разрушилось ещё больше Твоя тоже Я должен ускупить своё вино Но сперва Понять всё до конца Как может существовать второй айкон огня? Почему доминантом он избрал меня? Кто тот человек в накидке? Что ему нужно от нас? И что он хочет? Я должен знать И раз ещё жив Постараюсь не упустить этот шанс Мы найдём ответы вместе Я тоже хочу знать правду Для искупления у нас ещё будет время Я рад, что ты будешь со мной Без тебя мне не справиться Ты с детства не боялась смотреть истине в глаза И с тех пор ничего не изменилось Ошибаешься Я изменилась Но и быть прежней не хочу Та Джил совершила столько непростительных ошибок И всё же Благодаря им мы снова вместе Спасибо, Джил Он тут А значит Тот всплеск силы в замке Проклятие Нужно спешить Тем временем То есть она видела его, короче Я понял, да? Замок Дасбок Не скажешь, кто это сделал Тебя ждёт та же участь Гонец, что доставил Доставил ящик Сказал, что платил ему Сид Я позволяю тебе и твоим крысом жить И вот она благодарность Узнай, где он Я раздавлю его Сдеру кожу Вырву сердце ему и всему этому поганому сброду Он отправится в преисподнюю Вон Живо Да, да, милорд Сдер Бенедикта. Бенедикта. Ну я так и знал, что там. А там получается, что он голову и отрубил, что ли? Серьезно? Ну в смысле, а как он в ящике-то доставил такому маленькому? Там часть тела или голова только? Охренеть. А чё бы всё тело не доставить? Пробуждение Эфрита. Клайв обрёл контроль над Айконом Эфритом и получил доступ к новым способностям, например, воспламенению. Огненный рывок вперёд, позволяющий оттеснить врагов, непрерывно нанося им урон. Также разблокирована шкала вспышки ярости. Под способности Эфрита и Феникса отведены одни и те же ячейки, а подтвердить их можно на вкладке «Способности» в главном меню. Под шкалой ОЗ расположена шкала вспышки ярости. Когда она заполнится, нажмите L3 и R3, чтобы Клайв дал волю гневу и полувоплотился в Эфрита. Шкала заполняется, когда герой получает урон и проводит успешные атаки или защитные действия. При полувоплощении временно усиливается сила и скорость атаки, постепенно восстанавливаются ОЗ и появляется возможность пробивать вражескую защиту. Что дальше? Вернёмся в Истпул. Мы ведь мало что успели обсудить с мэром. Взять то же положение Леди Ханы. Как бы она ни была против отъезда, у Сида ей будет лучше. Верно. Думаю, просто нужно познакомить их. Хорошо, ребят, на сегодня всё. Спасибо, что смотрели. Было очень интересно. Офигеть. Я прям с нетерпением жду продолжения. Смотри, что-то новое появилось. Ага, вот смотри, это скорее всего полувоплощение, да? Создайте вокруг себя несколько движущихся огненных шаров. Ага, хорошо, давайте. Только как это делается? Сведенья. Подожди. Угу. Допустим, здесь у нас получается. Атакуйте в ходе усиления, нанося множество ударов и оттесняя врага. Можно применять в воздухе. Хорошо. Ладно. Что ещё? Подожди, а как этим пользоваться? Ну вот, в смысле, ну, есть какая-то комбинация. Во время движения направления можно изменять с помощью, понятно, воспламенения, побочное воспламенение. Стой, это какое-то улучшение уже действующего навыка, что ли, получается? Вот так вот, что ли, типа, делаешь, и вот эта вот штука усиливает эту штуку, или как это работает? Просто я не понимаю, что нужно нажимать, чтобы, ну, случилось то, что случилось. Ладно. Что у нас тут? Давай ещё, наверное, подкопим лучше опыта. Ну, напишите мне в комментариях, не могу понять на самом деле, как это работает. Никак это нельзя назначить, что самое интересное. Или всё-таки можно? Ну, здесь, да, вот, типа, можно потом, наверное, менять будет. Но это не то, это не с этим связано. Короче, ладно. Смысл жизни. Так, да, мы впервые зашли в дневник. Хорошо. Карта ещё, опять же, есть, да? Это мы уже в новом месте. Всё, ребят, спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментировать, а также подписываться на канал, на телегу подписывайтесь, там новости канала. А также не забывайте поддерживать канал рублём. Это помогает ему развиваться, не позволяет закрыться. Все ссылки есть в описании. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»